Вы верите, что сейчас в России могут быть честные выборы? Я очень хочу это. И я думаю, что каждый выбор это возможность провести нечестно. Вот эти выборы начинаются. И мы со своей стороны предлагаем провести честно, открыто, в том числе провести дебаты, дать нам равные права в средствах массовой информации. Поэтому если это произойдет, мы победим. Поэтому сегодня заинтересована и партия власти. Почему? Потому что на фоне санкций и довольно трудной внутренней обстановки играть в грязные выборы крайне опасно. Тем самым порождать беспорядки в стране. Мы готовы к честным выборам, готовы к дебатам. Есть реальная программа. Мы уверены, что президент размышляет серьезно о том, чтобы вытянут дебаты с нашей командой. Конечно, если там брать Жириновского или Даму от Дома-2, там никаких дебатов быть не может. Там нет ни программы, а есть или истерика, или чпуха полка. Мы готовы к серьезным дебатам не только с кандидатом от партии власти, но и ее командой. Допустим, взять проблему образования и науки. У нас стоит очень опыт. Мы готовы выставить Жара Солстару, Нобелевский лауреат, Иван Мельников, один из лучших специалистов в области образования, академик Каршин, Олег Смолин. Это люди европейской величины. Они в состоянии обсудить любую проблему. Уверяю вас, это было бы интересно и с точки зрения выборов, и с точки зрения решения этих проблем. Предлагаем следующую непростая задачу, присвечить законность и сравним все эти выборы. Я надеюсь, что мы все, без исключения, в конце этой избирательной кампании, у нас не будет никаких претензий. Но я надеюсь, что здесь говорить о том, что мы живем широким блоком левопатриотических сил. И я думаю, что мы должны сделать так, чтобы наши населения не было стыдно за нас после общения с избирательными кампаниями. Мы сделаем это для того, чтобы не разочаровать ни избирательной кампании, ни наши народы. А то, что исключили Навального, как вы это комментировали бы? Я не могу комментировать нарушение законодательства или решение Центральной избирательной кампании. Но если они это сделали, значит, они это сделали в соответствии с законом. Ну, если там попнуться, там ведь чисто руки протянуты в ЦРУ, в Центральном разведывательном управлении от этого Навального. Простите, великодушно, в такие глубины, конечно, они не понравились, не были. Нет, 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 нет. Мы неслить, что это только исключительно... Следовало, что я себе заявил. Наше основание только исключительно на основание Жакова, наше ответствие есть буквы и буквы, а мы не более. И не более. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова